Ровно скошенный газон, цветы, кустарники и декоративные элементы. Примерно так должна выглядеть каждая придворовая территория в курортном городе, считает Анапчанка Любовь Асланян. О своем полисаднике она заботится уже 15 лет. Убирает мусор, пропалывает сорняки, ухаживает за растениями. С нее берут пример и соседи. На улице Новороссийская можно смело устраивать конкурс на лучший придворовый участок. Красиво было, чтобы люди к нам ездили, побольше людей к нам ездило, что у нас Анапа очень красивая, зеленая, чтобы была. Однако таких взглядов придерживаются далеко не все. Есть откровенно запущенные участки, и это в центре города. Такие заросли особенно бросаются в глаза на контрасте с соседними ухоженными территориями. Подобных примеров в Анапе достаточно, и они не только портят облик курорта, но и могут стать местом обитания клещей и опасных насекомых. Как-то, наверное, они не любят свое место, свой дом, не знаю, в конце концов, свой город. Хочется, чтобы было красиво. Поддерживать порядок у дома – это не только долг, но и обязанность. По правилам благоустройства, уборку и содержание придворовой территории на расстоянии 10 метров должны осуществлять собственники или арендаторы земли. В противном случае юридические и физические лица могут понести административную ответственность. Хотя в идеале стремлением внести свой вклад в благоустройство родного города должны двигать не штрафы, а желание сделать мир чуточку лучше.